Я говорю и показываю премиум плагины от Крокоблок, плагины, позволяющие серьезно расширить функционал конструктора страниц Elementor Pro на WordPress. В этом видео уникальный таймлайн отображения вашего контента в вертикальном виде. У меня уже были несколько уроков о подобного рода плагинах, но это превосходит все ожидания. Посмотрите, при прокрутке страницы происходит подкрашивание цветом элементов. Давайте рассмотрим настройки более детально данного плагина. Сейчас вы смотрите демонстрацию со страницы разработчиков Крокоблок. Ссылку на Крокоблок я оставлю в описании под этим видео и также на моем сайте fedorvasiliev.com. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. На своем тестовом сайте я тоже набросал этот плагин и в принципе все получается. Также есть возможность сделать анимацию. После обновления страницы вот так вот появляются контентные части. А давайте посмотрим в админке. Я перехожу в режим редактирования через Elementor Pro. В поиске плагинов я вбиваю название данного плагина. Vertical Timeline он так и называется. Плитку перетаскиваю на холст. И давайте разберемся в настройках. То есть изначально у нас как бы вот уже все есть. Видим здесь четыре части контентной части. Это вот четыре таких здесь плашечки. Вы можете просто их удалить. Увидеть одну. Вот она здесь. По клику по самой плашке вы можете ее отредактировать. То есть если нужно изображение прям сюда поместить, то вы можете просто загрузить, например, с компьютера. Или выбрать существующее. То есть вот оно подгрузилось. Ну просто здесь изображение не подходит по размеру. А дальше заголовок. Вот этот заголовок. Дальше это дата этой новости, которая у нас вот здесь отображается. Дальше сам текст вашего контента. Вот она, да, здесь понятно уже. Меняете на свой. А дальше вот эта вот иконочка, да. Она выбирается здесь. Иконку можно поменять на любую. Здесь большой выбор иконок. Вот таким образом она меняется. Если это не иконка, это может быть текст. Вот здесь вы видите букву А. То есть вот здесь вот прописывается буква. Если это нужно как-то так разметить. Дальше, если хотите кнопку вставить прям сюда, вот в этот вот прямоугольник с нашей информацией, то пишите название кнопки и вставляйте ссылку. И кнопка здесь появится. В принципе, вот так вот карточка настраивается. Я продублирую ее просто, чтобы их было несколько. Или вы можете нажать на кнопку «Добавить новый элемент». Сделал их несколько. Дальше. Для всех заголовков вы можете назначить уровень от H1 до H5. H1 я назначать не рекомендую, так как все заголовки будут первого уровня на одной странице, а это с точки зрения SEO неправильно. Поэтому здесь либо H2, либо H3, H4, H5, H6. Вот на ваш выбор. Дальше. Макет. Анимация. То есть это интересная вещь. При обновлении страницы вот так вот наши карточки с нашей информацией выезжают. Дальше расположение. Можно сделать так. С этой стороны можно сделать или по центру. Также расположение наверху у нас идут иконочки. Вот так вот иконочки идут по центру наших карточек, а вот так вот будет идти по нижней части нашей карточки. Также карточки отличные адаптированы под мобильные устройства. Это планшет, это телефон. Все хорошо, компактно группируется автоматически. Здесь проблем нет. Далее вы можете вот этим ползунком настроить. Видите, вот я играю сейчас расстояние. А вот этот ползунок, это вот это расстояние у нас с вами. И остается настройка стилей. Я не буду вдаваться более детально в настройки стилей. Скажу лишь, что вы здесь можете тонко настроить каждый элемент. Как при наведении мыши, так и просто какие-то отступы, размеры, шрифты. Покажу на примере нескольких вариантов. Например, раскрываю опцию карточки. Это вот наши карточки с информацией. Например, при наведении я хочу, чтобы менялся цвет. Вот я навожу мышь, и всем карточкам назначается цвет. Еще я бы хотел показать линия. Это наша центральная линия, как она есть. То есть цвет линии изначально, например, вот тот, который не закрашивается. У нас она закрашивается синим. Видите, вот я прокручиваю страницу, закрашивается синим. Вот это первая ее часть, она красная. Дальше толщина. Вот вы видите, она более толстая. Вот так вот она закрашивается. Цвет индикатора. Давайте я сделаю зеленым. То есть это то, что заполняется зеленым цветом. Вот эта наша индикация при прокрутке. То есть это очень красивый, привлекающий взгляд, эффект. Соответственно, если она зеленая, значит иконки надо тоже сделать зелеными. Это маркера у нас называются. Цвет фона это. То есть цвет вот этот, это будет цвет иконки меняться. У нас они белые, вы видите. А цвет фона меняется здесь. Тоже беру зеленый. Вот, тогда иконки будут тоже все зеленые. И также можно сделать при наведении, например, цвет фона иконки. Пускай будет красный. То есть я навожу мышь, вы видите иконки красные. То есть вот так вот это все у нас настраивается. Думаю, здесь на этом я урок буду заканчивать. Думаю, вы здесь разберетесь уже более детально в настройках самостоятельно. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok